Уже два дня я проживу по Киеву и просто спасаю себя от невероятной непривиски. Потому что вижу людей, они ходят на улицах и продолжают жить. Киевляне продолжают жить. Но сложно ходить по улицам, ведь после увиденного в Буче человеку с хорошим воображением так легко представить, как все это происходит и на улицах Киева. Вот стоит человек на остановке и в секунду он может просто лежать бездыханно. Я не нахожу слов. У меня нет слов. Я никогда не думал, что это возможно. Абсолютные изверки. Абсолютные укровли. Утопленные в крови мрази. Я не знаю, что должно произойти. Какое зло, оно обязано быть наказано. Как-то так же. Да. То есть, чтобы отомстить за всех этих людей, абсолютно невинных детей, что же должны мы сделать с этими тварями? Неужели мы должны быть такими же злыми? Это за пределами всего, что я мог ранее себе представить. Всего что... Это за пределами даже того, что мы видели раньше в фильмах. Женщина. На двух пальцах которой красный лак. Я все пытаюсь представить. Ведь еще за 2-3 дня до смерти она взяла маникюр. У нее была своя жизнь. Потом вот крупный план рука лежит. Истертая. Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отнялись руки. Ноги. Я увидел сегодня кадры с Бучи. И честно, я даже не знаю, как на это реагировать. Ненависть к русским, к России. Все, что с ней связано, просто растет с каждой секундой. И каждый русский, кто поддерживает по-прежнему Путина и все действия, которые он совершает, является самыми настоящими фашистами. Даже хуже. Даже хуже, чем это когда-то было в Германии. Я очень надеюсь, что зло будет наказуемо. И каждый россиянин ощутит всю боль, которую сейчас переживают украинцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok